Друзья, всем привет! С вами мне Монте. Сегодня вам хочу показать пляж, самый лучший пляж Будвы, это Магрен. Пойдемте посмотрим. Вот начинаем мы свое путешествие к пляжу от старых стен старого города Будвы. Справа находится ресторан Магрен, а впереди у нас отель Авала. И сейчас мы идем с вами к пляжу Магрен. На улице тепло у нас сегодня. В тени плюс 23 градуса, на солнце 27-28. И есть возле моря легкий ветерочек. Погода в Черногории хорошая, тепло, солнечно. Люди задают вопросы, что возить, какие сувениры из Черногории. Я всегда говорю, не надо везти тарелки, магниты, а нужно везти еду. И самые лучшие сувениры это еда. Это вина, красные, розовые, белые и игристые. У нас выпускается фирма 13 июль, Плантажи. Они делают в год от 10 до 17 миллионов бутылок и отправляют на 43 страны мира. Вот мне нравится красное вино. Можно молодое взять, Вранац. Можно чуть выдержанное вино взять, Вранац Прокорден. Бутылочка вина стоит от 3 евро. Есть даже молодое, литровое. Оно стоит от 2 евро и до 145 евро за бутылочку. Вино даже возьмете за 2 евро, оно не кислойчее будет, не уксус будет, будет нормальное вино. Вот я беру вино за 3 евро. Оно стоит 2,99 евро, Вранац обычный. Или Прокорден беру за 5,5 евро. Очень вкусное вино. Оно для кардио хорошо. Плюс людям говорю, привозите из Черногории сыры. Черногорские сыры, твердые. Есть молодые сыры, скажем так, живые сыры, какие действуют только всего лишь 5-6 дней. И в течение этого времени нужно съесть. Есть вкусный сыр, каймачок. Какое утро можно на тост хлеб намазать. Он такой идет, как сливочное масло. Сырочек, вот такой каймачок. Очень вкусно. Я люблю завтракать. С тостом. Дальше. Отсюда привозят, везут еще прошут. Ну, хамон, скажем так, черногорский. Называется прошут, негушкой прошут. Есть 2 вида. Есть молодой, какой выдержанный полгода-год. А есть старый, какой выдержанный 2 года. Вот старый, он по суше и насыщенный запах, аромат. Видите, на пляж даже можно на скутере подъехать. Местные жители катаются. У нас люди свободно. Ходят улицы без масок. Маски нужно одевать только внутри помещения. Вот мы доходим с вами. Тропа их, какая ведет на пляж Магрен. С правой стороны можно посмотреть сетка, чтобы вдруг камушек не скатился вниз. Люди уже идут с пляжа. Вот здесь, где мы сейчас видим припаркованные скутеры водные, катерочек. Здесь пляж для собак. Вот собачек можно покупать. Вот здесь ступеньки. Вы спускаетесь. И ваш питомец идет купаться в море. Здесь развращено. Здесь у нас стоит балерина. Вот мы прошли уже камушек. Здесь балерина у нас. И как раз смотрит на старый город. Ее в прошлом году снесло. Были сильные волны. Сейчас ее достали с моря, реставрируют. И в этом году уже ее поставят. Я думал, что ближе к июлю будет стоять балерина. Немножко расскажу о Черногории. Какая температура у нас летом и зимой. Летом у нас температура в Черногории от 30 градусов до 52. Но 52 градуса бывает у нас только в августе месяце. Видите, как в Черногории люди загорают. Черненькие уже. 52 градусов достигает только в августе месяце. Всего лишь неделю. А вот в августе температура от 42 до 48. Жарко. Здесь, конечно, у нас возле моря легче это переносится. А если ехать в столицу Подгорицу, то там очень тяжко. Там жарко. И воды нету поблизости. Ну и есть Скадарское озеро самое большое на Балканах. Километров от Подгорицы где-то 12. Вот в такую погоду в августе месяце хорошо можно охладиться на севере страны Черногории. Там температура достигает до 30 градусов. А ночью плюс 12. Под теплым одеялом надо спать. Делается ограждение. Сидеть на коляске. Спокойно можно проехать. Вы видите сами. А дорожка хорошая. На велосипеде, на скутере можно доехать на пляже. Скалы такие красивые. Можно фотографироваться здесь, пока идешь на пляж. Водный лабиринт на море находится. Детки могут попрыгать, полазить. Также и взрослые. Есть спокойный, пологий вход в море. Нет такое, что вы сделали два крока и сразу накрыло. Сейчас выйдем на площадку, чтобы можно было рассмотреть. Пляж Магрен. Видите, какое море? Чистое-чистое, бирюзовое. Сейчас не буду вас так утомлять. Пойдемте сразу посмотрим пляж. Песочек. Дробленый камушек, перемешку с песочком. Пляж. Здесь есть ресторан, где можно попить охлажденные напитки, горячие, кофе, чай. И также можно здесь покушать под зонтиком, в тенечке посидеть. Вот ресторанчик. Так, мы пойдем с вами... Оп-оп. Так, надо обойтись. Пойдем мы с вами через пляж. Оп-оп. Вот так выглядит пляж. Море чистое. Смотрите, какое море Адриатическое. Чистое море. На пляже есть вышивые кабины, где можно... Я знаю, что вы смотрите мое видео уже. Все вы хотите приехать в Черногорию, покупаться в море. Понежиться в Адриатическом море. Напитаться морского воздуха. Вот так вот можно спрятаться в тени. Вот такой, видите, деревянный мостик, где можно прийти на другой пляж. Ой, какая вода изумительная. А вот второй пляж. Находится ресторанчик, лежаки. Можно позагорать. Покупаться. А вот как раз на Дуной лабиринт. К нему и пычком не даешь, а вот плав легко. А вот чуть-чуть дальше, там, вот на камнях, находится дикий пляж. Тоже спасатель. Ресторанчики здесь. В ресторанчике можно поесть рыбу морскую. Адриатическое море, очень чистое море, прозрачное. Считается самым чистым морем. Прозрачность моря смотрится до 60 метров глубины. Вот триди остров Стова Николая. Вот сегодня я вам показал пляж Магрен. Песочный пляж. Считается самым лучшим пляжем Будвы. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Пишите свои комментарии. И с удовольствием буду снимать для вас. Ребята, до новых встреч. Ребята, до новых встреч.